Мы поговорим о том, что же такое неодевантная химиотерапия при агрессивных подтипах рака молочной железы, собственно, как это видит хирург и что он об этом думает, если вообще это применимо к хирургам. Итак, говоря о том, что происходит на сегодняшний день с системной терапией, если мы говорим о начальных стадиях рака молочной железы, то нужно сказать, что ХЕР-2 позитивный опухоль, как наиболее считающаяся агрессивная, наряду с трижды негативными опухолями, это опухоль, которая имеет вот такой размер, порядка 16-17 мм, это опухоль, которая имеет поражение лимфатических узлов где-то 36-32%, и более 4 макрометастазов в лимфоузлах, также 16-22%. Нужно сказать, что не сильно отличается от трижды негативного рака молочной железы и немного отличается от люминальной А или более благоприятных образований. Почему такой важный момент, когда мы говорим о неодеванте, это момент, связанный с агрессивным биологическим подтипом опухоли? Ну, всё очень просто. Мы с вами хорошо знаем, что независимо от стадии заболевания, ХЕР-2 позитивный и трижды негативный опухоль имеют катастрофически хуже показатели общей безрецидивной выживаемости. И если мы говорим о первой стадии опухолевого процесса, то есть достаточно благоприятной, то есть стадии, когда мы говорим об излечении опухоли как таковом, и при этом биологические подтипы определяют худшую выживаемость, принципиально худшую выживаемость. Действительно, появление терапии, одевантной и последующей неодевантной терапии изменило картину прогноза агрессивных биологических подтипов, и в частности ХЕР-2 позитивный опухоль при таргетной блокаде даёт нам очень неплохие показатели выживаемости. Влияет ли агрессивный биологический подтип опухоли, ХЕР-2 позитивный, трижды негативный, на технику вмешательства как таковую? Или же не влияет? С нашей точки зрения, да и не только с нашей точки зрения, не влияет. Да, действительно, ХЕР-2 позитивный биологический подтип опухоли влияет на фундаментальный подход к лечению. Но на самом деле, с точки зрения хирургического вмешательства, наверное, надо подходить к опухоли как к обыкновенной. Да, мы можем получить худшие результаты, но выделять какую-то особую хирургическую технику не имеет смысла. Сегодня, говоря о лечении рака молочной железы, мы говорим о том, что биологический подтип опухоли определяет тактику лечения. Конечно же, стадии ТНМ используются, но если мы говорим о современном лечении, о персонифицированной терапии, то это, конечно же, сочетание стадий по системе ТНМ и, безусловно, биологический подтип. В последние десятилетия отмечается эскалация неодевантной химиотерапии. Она отмечается при всех стадиях заболевания, в том числе и при ранних формах. Количество неодевантной терапии возрастает, все больше пациентов подвергаются неодевантной терапии. И, конечно же, целью неодевантной терапии является уменьшение размера первичного очага, изменение статуса лимфатических узлов и, как следствие, выполнение более щадящих хирургических вмешательств. Если мы обратимся к рекомендациям, которые представлены на данном слайде, то современные стандарты проведения неодевантной терапии – это стадии больше, чем Т2, то есть больше двух сантиметров, или пораженные лимфатические узлы. В общем-то, с точки зрения многих хирургов, это операбельная стадия. Но действительно ли мы говорим об операбельной стадии агрессивных подтипов, или же нужно говорить не об операбельности, а о правильно проведенном лечении, как первый этап – рассматривать неодевантную терапию? Зачем ее рассматривать, если можно вроде бы прооперировать эту пациентку условно-радикально, в кавычках, конечно. Цель проведения неодевантной терапии – это снижение объема хирургического вмешательства. Да, именно эту цель ставит хирург как таковой, или ставят онкологи прежде всего. Хотя, конечно же, на самом деле это является вторичной целью, первичной является достижение общих целей. Это эрадикация микрометастазов, улучшение общей выживаемости, улучшение специфической безрецидивной выживаемости. Но все равно главным подпунктом в голове хирургов, конечно же, является снижение объема хирургического вмешательства. Именно этот аргумент очень часто используется на заседаниях мультидисциплинарной комиссии. Именно этот аргумент используется в беседе с пациентами, прежде чем назначенную одевантную терапию. Очень важным краеугольным камнем является частота достижения полного клинического и в последующем полного патоморфологического регресса. Именно достижение полного патоморфологического регресса дает нам шанс на то, что пациенты продемонстрируют на фоне лечения лучшие показатели общей безрецидивной выживаемости. Тем самым мы улучшим прогноз наших пациентов и улучшим результаты лечения. Хирургические аспекты, раз уж мы говорим о взгляде хирурга на агрессивные биологические подтипы. Увеличение частоты полных клинических регрессов не приводит к увеличению частоты выполнения органосохраняющих операций. Это, к сожалению, факт, который я должен признать. Большие клинические исследования, представлены на данном слайде, с великолепными результатами полных патоморфологических регрессов, лишь демонстрируют парадокс современного лечения рака молочной железы. У нас не происходит увеличения частоты органосохраняющих операций. Давайте разберем это немножечко подробнее. Влияет ли биологический подтип опухоли на частоту местного рецидива? Очень большое красивое исследование, длительный период наблюдения, большое количество пациентов и исследование мулецентровое, которое говорит о том, что частота местного рецидива опухоли после проведения органосохраняющего лечения у различных биологических подтипов имеют совершенно различные цифры. Безусловно, люминальные подтипы имеют меньшие цифры, агрессивные подтипы имеют большие цифры. Но это никоим образом не зависит, по большому счету, от самого хирургического вмешательства. Это зависит от частоты краев резекции, это зависит от послеоперационной, лучевой терапии, это зависит от системной терапии, которая предлагается пациентам. Но сама по себе операция никоим образом не влияет на частоту рецидивов. Второй момент. Влияет ли объем хирургического вмешательства, мастектомия против органосохраняющих операций? Возьмем биологически агрессивный потип, трижды негативный рак молочной железы. В частности, органосохраняющая операция частота рецидивов 4,5%, мастектомия 4,5%. Еще одно исследование, где порядка 2,5 тысяч пациентов биологический потип никоим образом не влияет на частоту рецидивов, независимо от того, выполнялась ли мастектомия или выполнялась органосохраняющая операция. Поэтому нельзя победить агрессивный биологический потип опухоли большим объемом хирургического вмешательства. Это не решает системную проблему, это не улучшает показатели общего безрецидивной выживаемости. И если проведено радикальное вмешательство, достигнуты чистые края резекции, если проведена соответствующая послеоперационная лучевая терапия и системная терапия, то показатели выживаемости, что при мастектомии, что при тех или иных видах сохранных операций, будут демонстрировать совершенно схожие цифры. Ну, раз уж мы говорим о радикальности хирургического вмешательства, то, наверное, важно поговорить о рекомендациях по краям резекции опухоли после выполнения сохранных операций. При инвазивном раке молочной железы отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае резекции является тем мерилом, который определяет радикальность операции. Да, эти рекомендации разработаны для пациентов, которые оперировались опфронт, перично, и таких рекомендаций для больных подвержатся неодеванту на сегодняшний день, но в отсутствии других мы пользуемся именно этими рекомендациями. В них четко прописано, что это не зависит от биологического по типу опухоли. Какой же объем хирургического лечения должен проводиться после надеванта? У нас есть опухоль относительно больших размеров, мы проводим лечение, опухоль уменьшается, и в каких объемах удалять остаточную опухоль? В тех, в которых она была до этого, или в тех, в которых она осталась? А если опухоль прошла совсем, что нам с этим делать? На этот счет существуют тоже некоторые исследования, которые я позволю себе привести. Это риск локального рецидива в зависимости от объема удаляемых тканей. И если посмотреть, то, в общем-то, никакой разницы в объеме удаляемых тканей, если она сделана радикальной, край резекции чистой, не существует. Удалите ли вы в новых границах, удалите ли вы в старых границах, если край резекции чистой, то, в общем-то, никакой разницы не существует. Если мы поговорим о стандартах, то большое голосование экспертов Сангальна еще в 2017 году говорит о том, что хирургическое лечение после неодевантной химиотерапии в пределах новых границ опухоли, эксперты считают, 82% экспертов считают, что хирургическое лечение может быть проведено в пределах новых границ опухоли, подавляющее большинство более чем уважаемых специалистов. Поэтому хирургическое лечение после неодевантной терапии на сегодняшний день это сокращение объема операции, это удаление меньшего объема тканей, чем существовало до начала неодевант. Это к вопросу об установках маркеров. Поэтому установка маркеров по краям опухоли на сегодняшний день не является обязательным, не является чем-то важным, потому что важно иметь маркер в центре опухоли, чтобы оценивать те или иные движения. Частота реоперации. Самый большой кнут хирургов – это частота реоперации. Если опухоль реоперации проведена, значит, хирург плохо провел операцию. Это не так, это совсем не так. Реоперация не всегда связана с ошибкой хирургической техникой. Но, тем не менее, реоперации всегда оцениваются хирургическим сообществом и нашими коллегами. Так вот, частота реоперации после неодевантной химиотерапии и без неодевантной химиотерапии в зависимости от биологического подтипа. Как ни странно, у пациентов, которые подвергались системной терапии, частота реоперации ниже во всех биологических подтипах. Причем в агрессивных биологических подтипах, в ХЕР-2 позитивных, трижды негативных, она меньше от двух до трех раз. То есть неодевантная терапия при биологических агрессивных подтипах снижает частоту реоперации как таковая. Тоже, с моей точки зрения, очень важный факт. Безрецидивная общая выживаемость, то, что считается основными точками онкологически проведенного лечения, безрецидивная общая выживаемость у больных после неодевантной химиотерапии и органно-сохраняющих операций, тоже, в принципе, абсолютно сопоставима, даже при наличии мультифокальности и мулицентричности. Еще раз остановлюсь на том, что выполненная радикальная операция, даже при наличии двух опухолевых узлов в одном квадранте, или двух узлов в различных квадрантах. Если операция выполнена радикально, то безрецидивная общая выживаемость абсолютно сопоставима. Хирургические вмешательства на акселярной области. Мы часто забываем этот аспект и лишь говорим о первичном очаге. На самом деле, когда мы говорим о хирургии рака молочной железы, нужно говорить и о вмешательствах на акселярной области. На сегодняшний день биопсии сигнальных лимфоузлов после неодевантных химиопациентов, у которых изначально клинический опухоль стадировалась как СН0, это является абсолютно признанным международным стандартом. Большое количество исследований проведено, и мы также пропагандируем выполнение биопсии сигнальных узлов у больных после неодеванта с клинической стадией Н0. И, в общем-то, цифры абсолютно сопоставимы с процедурой биопсии сигнальных лимфоузлов, которая проводится у пациентов первично операбельных. Да, есть определенное число ложно-негативных ответов, есть определенное количество выявленных макро- и микрометастазов, но эти цифры никоим образом не отличаются от цифр, которые демонстрируют процедуры сигнальных лимфоузлов у пациентов, у которых хирургия выбрана как первый этап операции. Очень важный и интересный момент – это предикторы отсутствия метастазов в сигнальных лимфоузлах после проведенного неодевантной терапии. Как ни странно, у биологически агрессивных подтипов полный регресс опухоли в первичном очаге полностью предсказывает статус лимфатических узлов, если клинически изначально было Н0. Тоже очень интересно. То есть ответ первичного очага в большинстве случаев как полный регресс фактически предсказывает ответ в лимфатических узлах. Что же делать у пациентов, у которых изначально были поражены лимфатические узлы, но потом при клиническом обследовании после неодевантной терапии мы видим исчезновение признаков поражения лимфатических узлов. Делать или не делать биопсию сигнальных узлов у этих пациентов? Давайте посмотрим. Во-первых, нужно сказать, что биологически агрессивных подтипов при применении комбинации неодевантной полихимиотерапии и у таргетной терапии, в частности у HER2-позитивных больных, частота снижения стадии достигает 50%. 50% больных с клиническим Н+, переходят в клинические Н0. И это повод задуматься о том, нужно ли делать биопсию сигнальных лимфатических узлов. Частота Н0 в зависимости от биологического подтипа на данном слайде. Вы видите, что у HER2-позитивных пациентов, в отличие от гормон позитивных пациентов, частота встречаемости категории Н0 после биопсии лимфатических узлов значительно выше, чем у люминальных ракомолочной железы. У трижды негативных встречается та же самая система. Эти опухоли хорошо отвечают на химиотерапию, как следствие лимфатические узлы в большинстве случаев регрессируют и становятся узлами без опухолевого роста. Исследования проводились, вы их все, наверное, прекрасно знаете, Сентин, Аказок Z1071, не буду на них останавливаться как таковых. И на сегодняшний день, если уж мы говорим о биопсии сигнальных лимфоузлов у пациентов категории клинический Н1, это, конечно же, процедура, которая требует двойной маркировки. Использование двух методик, использование изотопной методики, использование красителя и, конечно же, удаление больше трех сигнальных лимфоузлов. Данное количество лимфоузлов считается достаточным для определения статуса акселярной области у пациентов, которые подверглись неодиванта и которые имеют конверсию с Н1 до Н0. Маркировка проводится в нашем центре с использованием радиозатопного йода 125-го. Это пока исследовательские процедуры, мы их не рекомендуем в стандарт, но рано или поздно, я думаю, после проведения соответствующего анализа, мы будем настойчиво их туда рекомендовать. Обнаружение маркированного лимфатического узла и отправка к патоморфологам, чтобы получить ответ. Парадокс современного лечения – рост частоты полных ответов и нет значимого прироста в частоте органосохраняющих операций. Причины выполнения мастектомии. Первая причина – это страх хирурга перед заболеванием. Посмотрев пациента до начала наедиванта, приняв решение выполнять мастектомию, даже получив хороший ответ, хирургу страшно очень часто выполнять более сохранную операцию. Вторая причина – это страх пациента перед заболеванием. Пациенты очень часто предпочитают выполнение более радикального вмешательства, считая, что это принесет им пользу с точки зрения общей безрецидивной выживаемости. И основными причинами, как ни странно, было именно желание пациентке подвергнуться мастектомии с реконструкцией или без реконструкции и невозможность выполнить сохранную операцию. Останавливаясь на точке зрения хирурга, я могу сказать, что нельзя победить агрессивный биологический подтип опухоли большим объемом хирургического вмешательства. Если хирург это понимает, то он может донести мысль как до своих коллег, так и до своих пациентов. Большое спасибо.